В октаве ряды противовоздушной обороны пополнились молодыми бойцами. 25 молодых солдат торжественно проводили воинскую часть 51-809. Подробнее о торжестве в сюжете моих коллег. Войска противовоздушной обороны выполняют задачи прикрытия объектов и войск от действий средств воздушного нападения противника. Как отмечает представитель Департамента по делам обороны, все ребята успешно прошли строгий отбор в областной военкомате. Медкомиссия тестов на физподготовке и психологическую устойчивость и готовы посвятить себя службе. Не первый раз набор осуществляется из Мангисталской области. У нас в строю 25 человек, прошедшие все этапы медицинского обследования, психологического тестирования. Ребята все желают служить. Такое мероприятие на областном уровне у нас проводится впервые. Курс молодого бойца они пройдут. Да, и есть такая особенность, что те призывники, у которых есть высшее и среднее специальное образование, они могут уже через полгода устроиться в данную войсковую часть по контракту. То есть не как солдаты срочной службы, а как военнослужащие по контракту. Соответственно, с заработной платой и со всеми льготами, которые прочитаются военнослужащими. На торжественном мероприятии военнослужащих провожали родные и близкие. Вместе с ними выразили пожелания и Аким Города, Аблькаир Байпаков и депутат Можилиса парламента Наталья Дементьева, сын которой отправился на службу в армию. Армия любого государства защищает его суверенитет и независимость благодаря вооруженным силам нашей границы на замке. От армии зависит спокойствие граждан страны. Сегодня важный день для меня, так как мой единственный сын отправляется в войска, чтобы исполнить свой гражданский долг. Это было важное решение для меня. Выполнить свой долг перед Родиной – это обязанность каждого гражданина. Сегодня я желаю доброго пути всем военнослужащим. Также хочу пожелать, чтобы ваши родители вами гордились, а вы сами благополучно вернулись домой. Один из тех, кто уже через месяц примет присягу и встанет в ряды защитников Родины – 18-летний Байжан Урдабаев. После принятия присяги молодое пополнение приступит к освоению военно-учетных специальностей, необходимых для защиты в воздушных рубежах западных регионов нашей страны. Я прибыл из города Жанаузен по собственному желанию. И думаю, что за год мы с ребятами станем настоящими братьями по оружию и будем общаться и после. Уверен, служба закаляет характер, считая, что отдать долг отчизне – обязанность каждого патриота. И, конечно, какой праздник без концерта. Сотрудники филармонии подарили гостям праздничное настроение. Самым запоминающимся моментом стало то, что молодым бойцам вручили мобильные телефоны. По словам организаторов это делается для того, чтобы солдаты могли всегда оставаться на связи со своими родными и близкими. Ажансы Битхызн, Аджан, Пандиар, Дидар.